В республиканской госфилармонии прошло музыкально-театрализованное представление. В числе зрителей мюзикла «Волшебная лампа Алладина» были и вынужденные переселенцы из Белгородской области. Своими впечатлениями от пребывания в Карачаево-Черкесии и её культурного многообразия они поделились с нашим корреспондентом Артуром Хце. Около двух недель ушло у жителей Белгородской области на адаптацию в Карачаево-Черкесии. После чего представители регионального Минтруда организовали временно обосновавшимся в Тиберде и Дамбае людям, так сказать, культурный выезд в Черкесск. Краеведческий музей, картинная галерея, фотовыставка на Первомайской и, конечно же, музыкальное представление в госфилармонии. О такой программе могли бы позавидовать иные коренные жители республики. Меня зовут Ирина, это моя дочь Елена. Мы приехали из Белгорода. Находимся уже в вашем прекрасном краю две недели. Приняли нас добродушно, разместили в тепло, уютно. Сейчас у вас будет культурная программа, как я понимаю, мюзикл. Да, спектакль. Мы тоже за это очень признательны, потому что наши дети получат очень хорошее от этого всего впечатление. Аладдин, это даже для меня какое-то совпадение по жизни, он для меня вот прям мой герой. Я очень рад, что мне выпала такая возможность. Я надеюсь на следующие роли такие же, хорошие, похожие мне по жизни. Всем приятного просмотра. Мюзикл по известной сказке об Аладдине и волшебной лампе поставил коллектив республиканской филармонии. Не без основания рассчитывая на интерес как у детской аудитории, так и со стороны взрослых. Ведь произведение учит не сдаваться ни при каких обстоятельствах, искать выход из любой ситуации. Мы все одна Россия. Для этого нас чужих нету. И мы с удовольствием сегодня их пригласили для того, чтобы дети и взрослые посмотрели мюзикл, который наша государственная филармония поставила. Я думаю и уверен в том, что они получат огромное удовольствие. Происходившее на сцене с первых мгновений захватило внимание зрителей своей красочностью, интересными диалогами и реалистичностью персонажей. Ощущение соучастия не отпускало до последнего момента. Разумеется, в сказке доброта и смелость взяли верх над алчностью и самовлюблённостью. Гостеприимство положительных героев чем-то перекликается с тем, как встретили белгородцев в Карачао-Черкесии. Семья Стрельцовы, город Белгород. Приехали две недели назад. У нас из Белгорода по программе наш губернатор вывез по всей ситуации в нашем регионе. Встретили нас здесь замечательно, хорошо. В общем-то, кахказское гостеприимство настоящее здесь почувствовали. Делится своим теплом, добром. Артур Махцелий Бастанов, Виктория Карпенко, Вести, Карачао-Черкесия.